Итак, приветствую! С вами снова я. Сегодня я расскажу немножко об игре Amnesia от разработчиков Frictional Games. Игра... я не так давно ее купил. И не жалею, игра очень достойная, очень интересная по исполнению. Главный упор разработчики сделали на атмосферу. Атмосфера, скажем так, пугающая. Собственно говоря, вкратце, мы играем за некого Даниэля, который в свое время, скажем так, натворил... затворил дело, в общем, и им нужно это как-то расхлебать. Немножко вернулся в прошлое, которое попытался благополучно забыть. Потому что он знакомился с неким человеком, который не спешил гаснуть. В темноте его заблуждение. И, в общем, они вершили темные дела. В общем, должен найти, где человек болен. Ну вот, я игру, конечно, скользнул из пальцев, и я как стучал, но тут я как-то заново переставил на другом компьютере. В общем, все. Я решил показать на примере нескольких уровней. Я думаю, в принципе, вполне достаточно будет. Ну, что видно качество проработки, уровней работы над звуком, над атмосферой. Единственное, немножко высокочастотные звуки плохо слышны. Но там достаточно... они в полном объеме упрощены, чтобы создать атмосферу ужаса, тяжести какой-то. Игра вообще, в принципе, рекомендована играть наушниками. И в темной комнате. В принципе, да, действительно так вот. Поиграешь, чувствуется, что атмосфера такая жутковатая. Что еще? Интересная особенность в том, что у игрока есть некая рассудок, как некая единица второго благосостояния игрока. То есть там здоровье и его рассудок. Рассудок начинает пошаливать в отсутствии света или в присутствии, допустим, зомби или еще кого-то. Даже при наличии врагов в этой игре их нельзя убивать. От них может только скрываться различными логическими путями. Вот. Значит, единственное, что иногда надоедает, это постоянное белохонричное скрипение зубов игрока и появление разных эффектов искажений во время помутнения рассудка. Иногда ему, как вот вы видите сейчас, вспоминают какие-то вещи из прошлого. Надо собирать трудницы, потому что размеры как периодически начинают лететь. Иногда тень, которая ползает за игроком по сюжету, она устраивает какие-то дополнительные сложности, заповоднения и так далее. Периодически логическими или физическими методами их надо решать. Группа игра не является каким-то экшном, она, в основном, такая как бы, восточно размеренная. Сложные места бываются с какими-то, но нужно быстро уходить от внезапных появившихся монстров или явлений каких-то. Сейчас в скором времени там будет летяной этот монстр. Там будет заметно, что от него надо убегать, там держаться подальше от воды, иначе он очень быстро убивает. Вот. Дальше там будут еще обычные самые зомби, которые тоже очень неприятные. От них нужно и в тяноте прятаться, и ползти, в общем, всячески выворачиваться. Хотя единственная интересная особенность, если, допустим, зомби убивает в одном месте, после перезагрузки, а его на том месте уже не будет. Или вообще у него будет в игре уже. Вроде такое. Ну, видимо, так сделали. Вот. Когда я покупал игру, вообще думал, что это будет подобие... ...мистерия. Вообще, если честно, они ассоциируются с первой частью игры Дракулы. Хотя Дракулы, естественно, значит, не старше и по своему исполнению проигрывает. Но в Дракуле более интересные головоломки и, в принципе, есть некоторые из них похожие. Все-таки это не сколько КВС, сколько Адвенчир. Вот. Довольно красиво исполнено все техническая часть. Вот, кстати, водяной монстр там мелькнул. Дальше там будет в полном объеме. В уровне именно с ним, и от него надо быстренько драпать и так далее. Вот. Редные слова надо еще сказать про... ...перевод. Перевод не всегда будет хорошим для наших, но тут я сделал, в принципе, достаточно качественно. По-хорошему можно было даже воспринимать это не как игру, а как интерактивный фильм. Такой фильм ужасов. В принципе, так оно и рекомендовано. Вот. Потому что, как бы, особой игры тут нету. Тут, в основном, решает атмосфера, действия, но никак не геймплей, никак не какой-то азартный, не знаю... Эх, чисто игровой интерес. Ну, опять же, не всем это понравится, потому что в начале нужно ходить по очень похожим друг на друга коридорам. Вот. То есть, в принципе, действия тут не очень разнообразные, но в то же время вполне... Интересные бывают места или пукающие места, которые тоже какие-то драйва добавляют в саму игру. Вот. Вот, кстати, зомби мелькнул. От них... Ну, тут плохо видно, наверное, потому что от них нужно прятаться, иначе он очень быстро атакует. И все. Дурацкая здесь система сохранений. Сохраняет компьютер автоматически на определенных местах. Или при выходе игра сохраняется, но никак иначе. То есть, быстрых сохранений, которые, в принципе, здесь очень понадобились, их здесь нет. Вот. Дальше там нужно будет еще собирать механизм, кроме всего прочего. Вот. В общем-то, как бы, в достатке все. Вот эти бутылочки стойко-опиум, они называются, они для повышения здоровья, как раз, тоже. Очень редко встречаются, к сожалению. Рекомендую облаживать лазить по всем уголкам. В поисках особенно трудницы, они очень важны, бывают. Вот, собственно говоря, уровень с водой и с водяным монстром. Самый мой нелюбимый момент, когда он появляется, то, что если прыгать, убегать надо, вот в таких играх я это не люблю. Я больше ценю, когда логическая часть какая-то идет, а тут ее не очень-то меня. Но кофе в сундук. Но. 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 Но.